Всем привет! Это канал Fast About Blender. В этом уроке я расскажу о трех простых настройках, которые вам в будущем сильно упростят жизнь. Чтобы открыть панель настроек, нажимаем Ctrl-Alt-U. Открывается окошко с настройками. Нас для начала интересует вкладка Interface. Первая настройка — это нужно поставить галочку напротив Zoom to Mouse Position. В чем смысл этой настройки? По умолчанию в Blender приближение и удаление происходит вращением колесика. То есть мы можем покрутить его, двигаться туда-сюда. Но проблема в том, что это движение происходит вокруг центра экрана. То есть мы приближаемся к центру экрана и удаляемся к центру экрана, что не всегда удобно. Чтобы сделать удобнее, мы как раз и включаем замечательную настройку Zoom to Mouse Position. С этой настройкой зумирование начинает вести себя следующим образом. Если мы наведем курсор мыши, допустим, сюда и приблизим это место, то мы приблизим не центр экрана, а именно то место, куда мы навели мышку. То есть сюда. Это дает гораздо больше свободы, и таким образом мы можем перемещаться по нашей сцене. То есть, допустим, если мы находимся здесь, что-то делаем, но нам нужно переместиться куда-то туда влево, мы можем здесь откатить. И, допустим, если нам нужно сюда, сюда спокойно прикатить. Очень удобный способ перемещаться в 3D-пространстве в Blender. Это первый настройка. Вторая, она связана с вращением сцены. То есть по умолчанию мы можем зажать среднюю кнопку мыши и вращать сцену вокруг чего-то. Тоже я предполагаю, что это, наверное, вокруг центра экрана. При этом неважно, если мы выберем другой объект, вращение все равно будет вокруг этого центра. Что, опять же, неудобно. Мы ставим галочку напротив Rotate Around Selection, и вращение теперь ведется вокруг выбранного объекта. То есть если мы выбираем кубик, мы начинаем вращаться вокруг кубика. Если выбираем камеру, то мы уже вращаемся вокруг камеры. Если выбираем источник света, соответственно, вращаемся уже вокруг него. Когда объектов становится в сцене сильно дофига, вот эта настройка, она очень помогает спасти нервные клетки. Причем, когда вот эти настройки работают в паре, то вы совершенно свободно начинаете уже перемещаться по сцене. Вот. Последняя настройка касается глубины Ctrl-Z, то есть отмены. По умолчанию мы можем 32 раза нажать Ctrl-Z, то есть сделать 32 шага назад, чтобы отменить 32 действия, как ни странно. Вот. На мой взгляд, это слишком мало. Я всегда ставлю 64, потому что считаю, что человек имеет право на ошибку. Вот. Это, пожалуй, все. Единственный момент, то что если мы сейчас закроем эти окошки, допустим, перезапустим Blender, все настройки, которые мы сейчас с большим трудом сделали, они слетят. Вот. Чтобы их сохранить, нам нужно нажать кнопку Save as Default. Нажимаем ее, все сохраняется. Но тут есть одна тонкость. При нажатии этой кнопки мы сохраняем не только настройки, но и положение всего, что видим. То есть все окошки, все объекты, положение камеры, все это сохраняется этой кнопкой. И если мы, допустим, создаем новый файл, то у нас новый файл будет выглядеть точно так же, что вот мы и сохранили. То есть, допустим, я могу изменить сейчас положение камеры, допустим, удалить кубик. И если я создаю новый файл, то мы возвращаемся к тому, что мы сохранили. Так что, когда будете сохранять настройки, там что-то в настройках копаться, менять, то имейте в виду, что когда нажмете кнопку Сохранить, у вас сохранятся не только настройки, но и все, что вот здесь вы поменяли. Вот, так что я рекомендую сохранять настройки, то есть копаться в них, когда создаете новый файл, сразу же открываете настройки, здесь что-то поменяли, сохранили, и у вас по умолчанию как бы здесь ничего не меняется. Потом уже начинаете что-то делать. Ну вот вроде и все. Повторяйте все, что было в уроке, чтобы лучше усвоить. Подписывайтесь на канал, и скоро будут новые видео. Все, пока.